В Славянском районе стартовали военно-полевые сборы. В программе тактическая, физическая, строевая подготовки, несение караула «Жизнь по уставу». В общем, всё как в армии. На базе воинской части на этой неделе состоялось торжественное открытие учебно-полевых сборов, на котором побывали и наши корреспонденты. Кирилл Глушенко участвует в военно-полевых сборах с удовольствием. Школьник признаётся, приобретённый опыт обязательно всем участникам сборов пригодится в дальнейшей жизни. Дух предстоящей армии после школы, кто пойдёт учиться, после учёбы, репетиция перед армией. Ну и вообще участвовать приятно, посмотреть, как оно. Для учащихся десятых классов настала пора осваивать основы военной подготовки. С раннего утра в воинской части Славянского района собрались юноши из школ города и района. К будущим защитникам Отечества в день открытия военно-полевых сборов с напутственными словами обратился председатель районного совета Григорий Литовко. Уверен, что пять дней они не пройдут даром. Уверен, что вы получите хорошую подготовку по военно-прикладным видам спорта физически и духовно прирастёте за эти пять дней. Такие сборы способствуют военно-патриотическому воспитанию школьников. По мнению председателя Совета ветеранов войны и труда Вячеслава Салмина, такие мероприятия помогут будущим защитникам Отечества быстрее адаптироваться к реальным условиям службы в армии. Полевые сборы входят в программу обучения теоретическую и практическую. Сегодня мы как раз будем начинать практическую часть курса ОБЖ начальной военной подготовки. В сборах принимают участие 200 учащихся образовательных учреждений юношей 10-х классов, где будут отработаны вопросы огневой, тактической, строевой подготовки и ряда других. Будут сдавать зачёты по физической подготовке. По окончанию сборов будут каждому курсанту выставлена оценка. Физическая, строевая подготовка и военная теория – далеко не полный перечень всего того, что за пять дней проходят участники сборов. Но в день открытия ребята думали не об этом. Они, чеканя шаг, маршировали по площади воинской части, демонстрируя строевую подготовку. Впереди у ребят целая неделя, чтобы получить навыки в области несения службы. Всего за неделю юноши научатся стрелять из автомата Калашникова, а также сдадут комплексный зачёт, в числе которого подтягивания на перекладине, бег, метание гранаты на дальность. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».